Бригада медиков Центральной поликлиники Заполярного района закончила осмотры жителей ОМЭ. Сейчас лечебный десант находится в НИСИ. На оперативном совещании губернатор региона отметил, для некоторых сел необходимо больше времени на медицинское обследование. Руководители крупных сельских поселений просили по крупным поселениям не пять дней, а больше сделать по сроку пребывания лечебных бригад. Поэтому посмотрите, пожалуйста, хорошо. Пока местные врачи осматривают жителей населенных пунктов, завтра в Наринмаре ожидают прибытия врачей из Санкт-Петербурга. Запись на приемы к ним уже ведется. Обследование и оказание медицинской помощи планируется проводить на базе Неницкой окружной больницы до 5 декабря включительно. Выездная бригада специалистов узкого профиля за короткий период времени обследует максимальное количество жителей окружной столицы. Для бригады врачей, ведущей прием в Санкт-Петербурге, для ведения консультативных приемов прибывают врачи. Это сердечно-сосудистые пищи, врач-индоктинолог, детские врачи, и кардиолог, неврог, травматолог, ортопед и врач-индоктинолог. Обсудили на оперативном совещании поставку продуктов в населенные пункты округа. Продукты по Печоре доставлены практически во все поселения, кроме Великовисочного, Щелина и Коткина. На этой неделе Окрпотребсоюз постарается решить проблему с перебоями. Но доставить весь требуемый объем продуктов не получится, отметила Наталья Кордакова. Сегодня существует большая проблема с доставкой грузов с большой земли. Перевозчик Наринмар только один на все бизнес-сообщество. У них недостаточно транспортных средств. Кроме того, конечно, и так как он один является монополистом, цена за один килограмм составляет 67 рублей за килограмм. На 3 декабря планируется очередной самолет, но практически у всех заявки сокращены на 50%. К решению проблемы Окрпотребсоюз попросил подключиться на Наринмарский авиаотряд, чтобы в ближайшее время найти дополнительного грузоперевозчика. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал Север.